Друзья, всем привет! В этом видео я хочу с вами затронуть тему, которая волнует многих девочек, планирующих беременность. В своей практике я слышу огромное количество вопросов от планирующих беременность, связанных с тем, как же понять, когда беременность наступила. Меня мучает тошнота и слабость. Возможно, это может быть беременность. У меня набухли молочные железы и тянет внизу живота. Может быть, беременность уже пришла и так далее. Поэтому сегодня в этом видео дам вам четкий план действий, чтобы вы могли определить сами, наступила ли у вас беременность. С вами на связи Гузель Курманова. Я практикующий врач, акушер-гинеколог, детский гинеколог-врач первой категории. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что любая беременность начинается с задержки менструации. То есть отсутствие менструации, это характерный признак наступления беременности. Здесь хотелось бы вам напомнить, что нормальным является менструальный цикл продолжительностью 21-35 дней. Задержка менструации в 1-2 дня абсолютно не является поводом для того, чтобы паниковать. Более длительная задержка неделя и выше, это как раз таки повод для того, чтобы провести диагностику на наличие беременности. Как вообще самостоятельно можно определить, что беременность наступила? То есть для начала необходимо использовать домашние тесты на определение беременности. Тесты на сегодняшний день бывают разные. В аптеках вы можете увидеть огромное количество таких домашних тестов. Эти тесты направлены на определение уровня ХГЧ, хорионического гонадотропина человека в моче пациентки. И, соответственно, такой тест вы можете использовать самостоятельно в домашних условиях. Единственный момент, на который я хотела бы здесь обратить ваше внимание, это то, что любой тест на беременность, сколько бы он ни стоил, он все равно имеет свои погрешности. Следующий способ определения беременности, это сдача крови на уровень ХГЧ. Здесь также хочу заострить ваше внимание на том, что однократная сдача ХГЧ, она не информативна. Необходимо сдавать ХГЧ как минимум два раза с интервалом 48 часов, для того, чтобы мы могли отследить повышение уровня ХГЧ в динамике. Повышение уровня ХГЧ как минимум в два раза будет свидетельствовать о прогрессировании беременности. Следующий надежный способ появления беременности, это проведение ультразвукового исследования органов малого таза. И вот этот способ является одним из самых надежных. Почему? Потому что доктор под контролем УЗИ имеет возможность увидеть наличие плодного яйца в полости матки. Отвечая на большое количество вопросов относительно безопасности проведения ультразвукового исследования во время беременности, могу сказать, что метод УЗИ абсолютно безопасен для вашего будущего малыша, поэтому бояться абсолютно не нужно относительно возникновения побочных эффектов. Также хочу заострить ваше внимание на то, что метод ультразвукового исследования является надежным, то есть он достоверно покажет наличие или отсутствие плодного яйца в полости матки. Но метод будет не информативен на первых днях задержки, потому что, как большинство из вас знает, плодное яйцо не сразу попадает в полость матки, то есть на это нужно время. Поэтому если вы пойдете на первых днях задержки, вы можете не увидеть плодного яйца в полости матки и, соответственно, сделать ложные выводы об отсутствии беременности. Это тоже важно учитывать. Теперь вы знаете, как определить достоверно наличие беременности. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому видео, либо обратиться ко мне за личной консультацией. Если это видео было вам полезным, не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok